Доброе утро! В эфире Вести Южный Урал. Сегодня четверг, 20 ноября. В студии Артём Андреянов. Авария на железной дороге. В Первоуральске и Свердловской области с рельсов сошли и перевернулись три вагона, гружённые трубами. Авария произошла в нескольких метрах от автобусной остановки. С места событий корреспондент Свердловской ГТРК Ян Графшин. Крушение произошло в 9 утра напротив автобусной станции. По этой железнодорожной ветке переводится продукция Первоуральского новотрубного завода. Очевидцами происшествия стали несколько прохожих, ожидавших транспорт и водители автобусов, выходившие на рабочую смену. Я стоял на площадке, дожидаясь своего времени. В это время из-за нашего контрольного пункта вылетает первый вагон с большой скоростью. Я ещё удивился, что тепловозник с ума сошёл, что ли. Они на повороте. Сначала искры полетели из-под колёс. Потом это мгновенно всё произошло. Сначала один повалился, потом ещё два. Как оказалось позже, состав был неуправляем. До этого он проехал более 600 метров со стороны завода, набрал высокую скорость и направлялся в сторону железнодорожной станции. Рабочим пришлось перевести стрелку, чтобы направить вагоны на запасную тупиковую ветку. Там они перевернулись на повороте. Из семи вагонов состава с рельсов сошли три. Перевернулись вагоны, к счастью, в противоположной от стоянки автобуса в сторону, что позволило избежать жертв. В этот момент не было автобусов, но обычно здесь стоят автобусы. И вполне возможно, что могли пострадать люди. Весь день на месте происшествия рабочие новотрубного завода разбирают завалы и освобождают вагоны от груза. Работает на автовокзале и специальная комиссия, которая выясняет причины ЧП. По предварительной версии, рабочие, разгружавшие одну из платформ, неправильно установили под её колёсами тормозной башмак. Башмаки стояли. Это, видимо, при разгрузке. Просто вагон с места тронули, ну и поехал. Снежок с Курска. На башмаке уехал. Потому что много вагонов. Видимо, не удержало. Тем не менее, расследование продолжается. К нему уже подключили сотрудники местного отделения управления ГОИЧС. Точная сумма ущерба, понесённого заводом и Свердловской железной дорогой, пока неизвестна. С путей вагоны не уберут до тех пор, пока из них не будут выгружены все трубы. Сделать это планируется до конца сегодняшнего дня. Затем железнодорожники займутся самим составом. Таким образом, анализация всех последствий аварии потребуется около двух суток. Всё это время работа заводской ветки будет парализована. Ян Графшин, Алексей Яковлев, Вести Урал. Два дня голодают рабочие комбинаты железобетонных изделий в городе Артёмовске на Среднем Урале. Они требуют рассчитаться с долгами по зарплате за четыре месяца. Однако предприятие находится на грани банкротства, и сколько людям придётся голодать, неизвестно. Из Артёмовского репортаж Дарьи Вольхиной. Голодовку на Артёмовском железобетонном комбинате объявили девять формовщиков. Всё время они проводят в цехе, даже по ночам домой никто не расходится. Рабочие требуют выплатить долги по зарплате с августа месяца. Двухлетнему сыну Игоря Шердакова накануне сделали операцию. Деньги его семье сейчас нужны особенно. Отец говорит, что не покинет предприятие, пока ему не выплатят все долги. Мы решили, всё будем стоять, пусть выплачиваем, а потом, видно, уволим, пусть увольняем. На сегодня начальник цеха вводим такие условия, если хочешь получить зарплату по октябрь месяц, пишите заявление собственного желания, тогда вы получите по октябрь месяц. Два раза в день голодающих осматривает врач. У нескольких человек пониженное давление, но медицинская помощь пока никому не понадобилась. Выходить на работу формовщики отказались ещё две недели назад. Сначала бы вставать собирали всем цехом, но начальство пообещало, что деньги скоро будут. К задержкам по зарплате на комбинате привыкли и даже с пониманием относятся к тяжёлому финансовому положению завода. У нас вообще тяжёлое положение завода. Вы понимаете, железобетонные изделия, кто их берёт, это не хлеб. Это не энергия, что-то не заплатили там это. Это железобетонный завод. Живём, перебиваемся. Когда с деньгами, когда без денег. Артёмовский железобетонный комбинат военной предприятии сейчас находится на грани панкротства. Рабочие рассказывают, истории с невыплатой заработных оплат и голодовки здесь повторяются каждый год. Сейчас директор предприятия в очередной командировке пытается выбить у покупателей долги за уже поставленную продукцию. Сегодня на предприятии начали выплачивать деньги за август. Обещают в ближайшие недели расплатиться с долгом за сентябрь. Однако рабочие заявляют, что будут голодать до тех пор, пока не получат все заработанные деньги. Дарья Вольхина, Василий Устюжанин, Вести Урал. На ММК проведена уникальная операция. Две металлические конструкции высотой примерно с 12-этажный дом. Каждые были разрушены и демонтированы, но настолько ювелирно, что в соседних цехах комбината об этой операции даже не узнали. Так выглядели газовые холодильники до того, как они рухнули на землю. Высота каждой конструкции около 40 метров. Требуется снести их полностью. Решено было сначала их свалить с помощью семитонной лебедки, а уж потом резать на части. На все расчеты и подготовительную работу ушло около месяца. Специалисты говорят, что при подобных операциях, какими бы подготовленными они ни казались, всегда присутствует фактор неожиданности. Этот скрубер не должен был загореться или взорваться. Но пожарные были здесь и были готовы ко всему. В нем находятся отработанные, значит, смолы и нафталин, которые в жидком состоянии и полутвердом состоянии. Значит, при ударе может быть, ну, произойти или хлопок, или, значит, возгорание. В последний момент были срезаны эти несколько болтов. Они, собственно, и крепили огромную конструкцию к фундаменту. И во всем остальном падении 40-метровой махины ничем не отличалось с падением, например, бутылки. Правда, очень большой бутылки. До этого таким же образом были убраны три холодильника, каждый по отдельности. В этот раз впервые была предпринята попытка уронить две конструкции одновременно. Профессионалы работают, ребят. Одному? Ну что, поздравляю. В планах дальнейшей реконструкции комбината, значит, заложено строительство 11-й БИС. И на площадке, где ведем демонтаж, будут обязательно объекты 11-й БИС косовую батарею. Вячеслав Холмс, Ирина Горяйнова, Юрий Пыриалин. Вести. Южный Урал. Магнитогорск. Более 170 тысяч кадровых и отставных военных не имеют собственного жилья. Во многих регионах местные власти извинчивают плату за военные квартиры, и офицеры вынуждены из собственного кармана доплачивать неподъемные суммы. А вот в Магнитогорске военные начали получать новое жилье на льготных условиях. Прапорщик Василий Тимофеев пришел в Магнитогорский гарнизон почти 10 лет назад. До этого служил в Картолинской дивизии. За все время службы так и не обзавелся собственным жильем. А месяц назад давняя мечта семьи сбылась. Василий получил ордер на новую трехкомнатную квартиру. Пришлось их возить и в садик, и в школу. Отсюда сплотены. Добираться, конечно, было тяжело. Сегодня в городе служат почти 70 офицеров. Каждый второй не имеет собственной квартиры. Василий Тимофеев 10 лет вынужден был жить прямо на территории войсковой части в доме офицеров. Так же, как живет сейчас, например, прапорщик Мурат Мухтаров. И жена работает, и я здесь работаю. Детям вот в садик. Дочку сейчас в школу отвез. Забирать после обеда вот так. По соседству с ним живет подполковник-орденоносец Александр Савельев. Орден он заслужил в Чечне, а квартиру в России пока нет. Между тем, из шести новых квартир, средства на которые выделил Приволжско-Уральский военный округ, пять достались магнитогорцам. Этот дом трестом магнитострой. И договор мы заключали с трестом магнитострой. И Министерство обороны проплатило нам вот эту сумму, необходимую для покупки квартиры. Денег хватало только на трехкомнатные квартиры на первых этажах. Выручил трест магнитострой. Предоставил скидку военным. Александр Кочетов тоже стал новоселом. Особенно довольны просторной квартиры жена и старшая дочь. Они достаточно поскитались по чужим углам. Андрей Подольский, Анатолий Гончарук. Вести Магнитогорск. Администрация президента России не одобрила принятые Госдумы в первом чтении поправки к проекту закона об обязательном страховании гражданской ответственности. Камень преткновения – перенос срока вступления автогражданки на 1 июля следующего года. Если поправки в закон не будут утверждены официально до конца этого года, то с 1 января 2004 за отсутствие страховки будут штрафовать. По мнению разработчиков проекта автострахования, депутаты своими действиями создают опасный прецедент. Перенос сроков обязательного страхования нарушает права граждан, которые уже застраховали свою ответственность. Вводит в заблуждение еще не застрахованных и ставит ГИБДД в дусмысленное положение. Логическим продолжением ясности могут стать иски по расторжению страховых договоров. Между тем, Государственная автоинспекция Челябинской области уже заявила, что владельцев не застрахованных машин будут наказывать с 1 января. После Нового года работники ГАИ намерены снимать номера и беспощадно штрафовать за просроченный эталон технического состояния. За 10 месяцев этого года доля аварий, произошедших по вине технически неисправного транспорта, в два раза превысила уровень 2002 года. В ГИБДД говорят, такой фантастический скачок произошел исключительно по вине автогражданки. Связав техосмотр с оплатой нововведения, законодатель надеялся получить 100% на застрахованных водителей. Получил же другую статистику. Сейчас 56% всех автомобилей Южного Урала не отвечают нормам безопасности. Владельцы, думая о том, что либо сроки будут перенесены, либо узнав о том, что Дума приняла в первом чтении изменение сроков, решили не представлять транспортные средства на техосмотр и ждут, когда будет вообще отменена страховка, что в общем-то в корне неправильно. ГАИшники понимают водителей и не прибегают к крайней мере, не снимают номера. По их наблюдениям, действительно, очень большое количество владельцев стареньких «Жигулей» просто не потянут полторы тысячи рублей, а техосмотр без страховки ставить запретили. В областном управлении пытаются искать варианты, но все сводится к одному. Нужно страховать машину. Правда, требуют ответы и вопрос, что, например, делать с 14 тысячами уже выявленных неисправных автомобилей. В основном все жалуются на то, что нет денег для оплаты страховки. Попозже надо делать эту страховку. Ну, вернее, как. Ну, не сейчас. Ну, я езжу аккуратно, в основном меня все бьют. То есть за время вождения у меня ни разу еще не было такого, что... Можешь показать, где тебя твою машину уже били? Ну, вот раз, два. Тупиковая ситуация, когда человек обязан страховать свою машину, а денег для этого нет, приводит к валу мелкого жульничества. В киосках «Союзпечати» сейчас продаются календарики, очень похожие на талоны 2004 года. Взять техталон с другой машины и повесить на свою – это уже известный всем вариант, приводящий к поразительным результатам. На прошлой неделе в 50 метрах от здания областного ГИБДД столкнулись две машины. У обеих были левые техталоны. Количество просьб войти в положение вообще не поддается учету. Но 1 января 2004 года этот бардак, а в ГАИ настаивают именно на таком определении – бардак. Закончится. Номера будут снимать, а страховку будут требовать в обязательном порядке. Чтобы депутаты не говорили. Вячеслав Хомс, Виталий Черепанов, Антон Захаревич. Вести. Южный Урал. Вслед за регионом с первыми новостями дня вознакомит программа «Вести» Магнитогорск. Судья Александр Киселев. Здравствуйте. При областном управлении образования начала работу «Горячая линия» по проблемам взаимодействия семей и школы. Любой южноуралец может обсудить с квалифицированными специалистами и психологами вопросы семейного воспитания, пожаловаться на поборы и высказать свои предложения по работе учебных заведений. Звонки принимаются с 10 до 17 часов по телефону 63 40 67. На избирательных участках скоро появятся плакаты с информацией о каждом кандидате в депутаты Государственной Думы. Как сообщил глава Центра избиркома Александр Вишняков, в них будут содержаться краткие биографические сведения о претендентах на депутатские мандаты. Готовится и специальный выпуск российской газеты, в котором будут федеральные списки кандидатов всех 23 политических партий и блоков. Сведения об их доходах и имуществе. А теперь перейдем к житейским проблемам. Из-за гололедицы участились случаи дорожно-транспортных происшествий. В октябре-ноябре на территории Обделиловского района практически каждый день происходят аварии. В октябре месяце совершено 29 дорожно-транспортных происшествий, при котором погибло 3 человека и ранено 8 человек. С 1 по 17 ноября текущего года произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, при котором 3 человека ранено, погибших не зарегистрировано. Причиной дорожно-транспортных происшествий, как и прежде, остаются управление транспортными составами в состоянии алкогольного опьянения, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона, управление транспортными составами неисправной тормозной системы и рулевым управлением. Почему дорожно-транспортные происшествия? На 14 происшествий больше за истекшие 10 месяцев. И погибших на 10 человек. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что в основном происшествия происходят на скоростных дорогах под управлением водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. И имеющих небольшой водительский стаж. Отныне полегкачить на дорогах Челябинской области вряд ли удастся. Около 200 приборов для измерения скорости движущийся средств приобрело ГИБДД области. На эти цели страчено 4 миллиона рублей. Новые приборы обладают диапазоном измерения скорости от 20 до 250 километров. Вся придорожная торговля должна быть убрана с трасс Челябинской области до 1 января. Предприниматели, торгующие пирожками, шашлыками и всевозможными товарами, создают помехи и мешают водителям оценить ситуацию. Продавцы или их покупатели нередко попадают под колеса мчащихся по трассе машин. А уровень загрязнения почвы и воздуха на Южном Урале почти в 5 раз превышает допустимые нормы. Из-за этого за последние 5 лет заболеваемость взрослого населения хроническим бронхитом возросла почти в 2 раза, а детей в 1,5. Уральский федеральный округ признан одним из наиболее неблагополучных в России по превышению вредных лимитов. В лес промхозах начались предновогодние хлопоты. Хвойные красавицы, выращенные на Южном Урале, специально к празднику скоро появятся на рождественских базарах. По предварительным данным в этом году стоимость новогоднего деревца будет колебаться от 50 до 200 рублей. В конце нынешнего года Магнитогорский благотворительный общественный фонд «Металлург» отпразднует свой 15-летний юбилей. Рыночные преобразования 90-х годов легли тяжким бременем на плечи пенсионеров и инвалидов. Именно тогда в Магнитогорске было решено создать благотворительный общественный фонд «Металлург» в помощь бывшим работникам комбината и малообеспеченным гражданам. Сейчас в штате фонда работают 158 человек, которые обслуживают 60 тысяч пожилых людей. Ветеранский состав города Магнитогорска — это 110 тысяч человек. Мы охватываем порядка 50 тысяч тех, кто у нас на картотеке находится. Екатерина Петровна и Юрий Николаевич Клещевы вместе почти 40 лет. Раньше в их доме жила одна молодежь. Но уже два года, как супруги Клещевы, переехали в специализированный дом «Ветеран» и чувствуют себя здесь ничуть не хуже, чем в собственной квартире. Мы подумали, подумали, уже возраст у нас преклонный. Жили мы на пятом этаже, подниматься тяжело, болели, оба болели. Болели серьезно. А здесь, смотрите, все услуги, все для нас. В структуру фонда входят центр реабилитации, кафе «Ветеран», специализированный дом и четыре магазина, которые обеспечивают около 100 тысяч неработающих пенсионеров и инвалидов продуктами питания по ценам ниже, чем в городских магазинах, на 10-15%. В 2002 году товар «Оборот» составил около 30 миллионов рублей. Но с 2001 года, имея такую материально-техническую базу, как я уже сказал, мы научились сами зарабатывать. За счет реализации в кафе мы изготавливаем булочки для булочных изделий, пельмени делаем, реализацию пускаем и много другой продукции. Медицинский центр фонда хорошо оснащен современным медоборудованием. Кроме того, здесь проводят обучение инвалидов, больных и их родственников навыкам реабилитации и уходу в домашних условиях. Ежедневно бесплатный курс лечения проходят 95 человек, а о своей жизни в доме «Ветеран» почти все отзываются одинаково. Вспоминаю, вот когда я молодая вышла замуж, и мы жили на пятом участке, вот мы все как-то там все вместе, и вот это мне напоминает, вот этот дом. Такой дух коллективизма объединяет всех жильцов специализированного дома, и к юбилею уже родного им заведения они готовятся за годи. На очереди информация Центральной диспетчерской службы Желкоммунсервис Магнитогорска. Сегодня в связи с ликвидацией повреждения прекращается подача электроэнергии с 13 до 17 часов по улице Советская, с 9 до 12 часов во всех домах 136 квартала. Напоминаем, что до 21 ноября ежедневно с 8 до 16 часов будут обесточены дома в поселке Некрасово. С 8 до 15 часов планируется отключение отопления у жителей домов по улице Грязнова, а с 8 до 16 часов горячей воды и отопления не будет по улицам Труда Карла Маркса Жукова. Отключение горячей воды также планируется с 8 до 16 часов по Ленина и Труда, а с 8 до 14 часов по Чапаева и Строителей. Это вся информация к этому часу. За развитием событий следите вместе с программой Вести Магнитогорск. До встречи. Спонсор прогноза погоды Чилинбанк. Чилинбанк – ваш надежный и верный партнер.